Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня мы будем анализировать данные по американскому рынку труда. Всем известный релиз Non-Farm Perls. Это, пожалуй, главнейший отчет, который позволяет оценить самым лучшим образом, качественным образом состояние данного сектора американской экономики. Конечно же, данные по Non-Farm Perls – это еще один столб, на котором вообще отстраивается позиция Федрезерва относительно уместности дальнейшего ужесточения национальной монетарной политики. От этого, как мы прекрасно понимаем, вообще зависит то, что происходит с долларом. Данные по Non-Farm Perls – выйдут 12.30 по GMT. Это традиционный блок данных, общее количество новых рабочих мест, которые были созданы вне сельскохозяйственного сектора в США. Это динамика по росту зарплат и, конечно же, уровень безработицы. Все эти релизы мы с вами проанализируем и, соответственно, в понедельник подытожим, подведем итоги, рассмотрим как на брифинге, так еще и на вебинаре, потому что уверен, что сегодня волатильность доллара будет выше средних значений. Отсюда делаем вывод, что также будут неплохо волатиливать и прочие финансовые инструменты. Поэтому, чем бы вы не интересовались, чем бы вы не торговали, обязательно контролируйте риски и следите за загрузкой депозитов. Помимо того, что в 12.30 выйдут данные по американскому рынку труда, нас также будет интересовать еще канадская статистика тоже по рынку труда. Она, кстати, будет опубликована в то же самое время, в 12.30 по GMT. По паре доллар-канадец у нас давние счеты и амбиции увидеть цель 1.30. Я от этой цели по-прежнему не отказываюсь, но сейчас прям идеальные условия для того, чтобы все-таки эта пара начала постепенно снижаться к целевому ориентиру, потому что котировки Brent вот-вот уже приблизятся к 80 долларов за баррель. Есть определенные сомнения, но с моей стороны их точно нет. Я думаю, что многие из вас еще сомневаются, что делать с долларом. Я считаю, что доллар все-таки перейдет дальше к активному снижению. И несколько, скажем, фундаментальных отчетов, которые все-таки подкрепили уверенность в том, что дела в канадской экономике не так плохо складываются, развиваются, как могли бы быть. На этом фоне я ранее, несколько недель назад, сделал как раз ставку на то, что канадский доллар будет смотреться интереснее, чем доллар. Но мы по-прежнему, в принципе, котируемся выше целевого ориентира. И сейчас, если посмотрим на дневной таймфрейм, видно, что все-таки пара доллар-канадец восстанавливается. Я пришел к выводу, что если после сегодняшнего отчета по рынку труда Канады мы не получим достаточно интересный импульс вниз, то тогда от этой сделки можно будет отказаться. Но, опять же, я прокомментирую это уже на следующей неделе. Что касается рынка нефти, раз мы его уже затронули, почти 77 долларов за баррель по Brent. Я сохраняю длинные позиции, верю, что будет 80 долларов за баррель. Скорее всего, этот рост продолжится и дальше. Касательно новостного фона, он сильно не изменился. Главные катализаторы роста – это решение стран ОПЕК плюс по дополнительному сокращению объема нефтедобычи. Причем, отдельные страны добавили новые вводные, в частности, это Россия и Саудовская Аравия, которые продлили действие добровольного сокращения. Саудовская Аравия на 1 миллион, Россия на 500 тысяч баррель еще и на август. Ранее мы делали выводы о том, что, скорее всего, рынок явно будет перекошен в связи с этим, и дефицит станет значительной проблемой. Данные по запасам, которые мы анализировали на этой неделе, от Американского института нефтезапаса снизились на 4,3 миллиона. Данные от администрации энергетической информации тоже показали снижение запасов на 1,5 миллиона. Но я думал, что из-за дня независимости, все-таки ажиотажного спроса на топливо и ожиданий значительного роста автомобильного трафика, показатели мог быть ниже. Но, может быть, есть какой-то временной лаг в сборе статистики. Если эта теория окажется верной, то значительное снижение запасов мы с вами уже в качестве цифры получим через неделю. Будем ждать. Но все равно, даже если 1,5 миллиона баррель, это снижение, и это фактор поддержки для котировок нефти. Надеюсь, что никаких нюансов не всплывет в этих отчетах. Соответственно, не появится факторов, из-за которых настроение на рынке изменится. Индекс доллара 102.79. Очередная попытка пройти этим инструментом, собственно, выше 103 пунктов, не уменьшалась успехом. Инициатива вернулась к продавцам. И мы ждем, собственно, сегодняшний релиз по Non-Farm Perils. Напомню, что из важных релизов этой недели можно выделить протоколы, которые подсветили, что представители американского регулятора беспокойны по-прежнему высокой инфляции, привержены идее достижения инфляции целевого значения 2%, поэтому готовы делать все, что от них зависит, чтобы обеспечить снижение инфляционного давления и готовы продолжить повышать процентные ставки. Причем очень важный такой комментарий, тезис «достаточно сильный рынок труда и отсутствие достаточных оснований полагать, что инфляционное давление снижается устойчивыми темпами». Эту фразу вообще можно разобрать, потому что я не согласен с тем, что сейчас отсутствует достаточное количество оснований, указывающих на то, что инфляция снижается, потому что индекс потребительских цен уже в районе 4%, через неделю мы получим новые данные, и я уверен, что инфляция будет еще ниже. Индекс расходов на личное потребление тоже подтверждает, что инфляционное давление снижается. Ну, конечно же, не стоит забывать, что протоколы последнего заседания – это все-таки тема заседания, которое прошло практически месяц назад. И с тех пор многое чем изменилось, все вот эти вводные отчеты, они вышли уже после, поэтому на самом деле представители американского регулятора могут разделять уже совершенно другую точку зрения. Два отчета впереди – нонфармы и отчет по инфляции за прошлый месяц. Как раз то, о чем говорили представители ФРС в виде исключительный прогресс на рынке труда и недостаточный прогресс снижения инфляции. Я думаю, что мы получим еще более низкие значения по инфляции и сегодня убедимся в слабости американского рынка труда. Вчерашний отчет ADP – 497 тысяч новых рабочих мест – это какая-то аномалия, это точно статистическая ошибка, потому что немыслимые показатели, которые сильно контрастируются с вышедшим следом отчетом по первичным заявкам на пособие безработицы, где мы увидели рост на 248 тысяч, что тоже соответствует таким экстремальным значениям за последние недели в районе 250-260. Но не может быть такого показателя, как полмиллиона новых рабочих мест. Доллар, собственно, на этом и не стал развивать восходящую динамику, видимо, потому что осознал, что в этих цифрах что-то неладное. И лучше дождаться уже нон-фармы и посмотреть, что думают официальные статистики по показателям. Уже отметил, что прогнозы ожидания исключительно медвежьи, поэтому я не верю в дальнейший рост индекса доллара. По золоту то же самое, пока что длинные позиции в приоритете. Британская валюта 1,2731 текущей котировки. Есть признаки того, что высокая процентная ставка больно бьет по экономике. Это индекс активности в строительном секторе, который ушел в зону стагнации. Да, нужно признать, что это свидетельство того, что рынок недвижимости очень сильно стагнирует. Темпы строительства новых домов сейчас минимальны вообще со времен ковида, потому что высокие ставки ударили уже по ипотечному рынку, по спросу и так далее. Но я много раз уже отмечал, что, конечно же, высокая процентная ставка приведет к серьезным экономическим последствиям для Англии. Но британский регулятор нам тоже уже много раз давал понять, что он сейчас обеспокоен не о краткосрочной рецессии, которая может наступить из-за более высокой процентной ставки. Он боится долгосрочной рецессии, которой обязательно приведет высокая инфляция, которая, если она останется на высоких значениях в течение длительного периода времени. То есть первая очередная задача – это победить инфляцию. Повышая процентную ставку, я рассчитываю тоже на первичный отклик фунта на это решение в виде развития обычной динамики. Доллар иена также без изменений уже ниже 144 иен, текущей котировки 143.90. Помимо того, что все боятся валютных интервенций, стоит отметить, что зарплаты в Японии выросли самыми значительными темпами за 30 лет в этом году. Прост составил 3,58%. Процент – это значит, что инфляция будет провоцировать спрос, его увеличение и повышение инфляции. Соответственно, на это может отреагировать банк Японии, который уже много раз анонсировал готовность все-таки сменить вектор денежно-кредитной политики, но не подтверждал это какими-то фактическими решениями. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и пара доллар иена продолжит развитие исключительно медвежьей динамики. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока!